Всем привет, чувачки, с вами Милл Скелл! И сегодня у меня нетипичный ролик для моего канала, но все же, я думаю, многим зрителям будет интересно с моего канала, потому что у меня куча реакций ТикТока, лайка. В общем, сегодня у нас обзоры очень странных разных лайфхаков с ТикТока. Я очень долго отбирал лайфхаки, там были разные. Короче, это лайфхак для алкашей. Поэтому предлагаю приступить к первому лайфхаку, а вы ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если вы впервые. Ну а вот первый лайфхак. Хочешь лайфхак, короче, смотри. В общем, он трясет Кока-Колу, просто как бы, потом что-то на часах проверяет. Я не понимаю, он вроде бы 5 секунд дает этому всему, а потом начинает стучать. И вот это самое странное, я раза два или три посмотрел, я не понял, в чем прикол. Он просто стучит по Коле. И вот это вот непонятно для меня, по крайней мере, почему Кола дальше никак не реагирует. Вот вы сейчас увидите, я был немножечко в шоке. Для меня это невероятно, не знаю как для вас. Насколько я помню, всегда можно было поприкалываться над своими друзьями, типа, потрясти им Кока-Колу и так... Но почему-то мне кажется, что этот лайфхак не совсем рабочий, и это какая-то подставная Кока-Кола. Я чую, потому что это как-никак ТикТок. Поэтому я купил сразу же три банки, потому что я чую, что у меня с первого раза не получится. Ага. Сейчас делаем все по инструкции. Сначала взбалтываем. Если она прямо сейчас рванет, я вообще прибьюсь. Так, ну... Так, ну я пошутил, конечно, но она выглядит как будто сейчас взорвется. Вы просто посмотрите. Сейчас, если в камеру отлетит, вообще прикол будет. Она вот тут вздулась полностью так. Там нету, короче, свободного пространства, и она полностью забита, я не знаю, весь вакуум полностью. Она даже не стучит, как обычно. Вот так стучит нормальная Кола. Чувствую, ничего хорошего от этого не будет. Теперь он, короче, там что-то отсчитывал, там 5 секунд, ну пофиг, уже прошло больше. И он начинал вот так вот просто стучать. Стучим, стучим, стучим. Он там, ну, довольно-таки долго стучал. Мы постараемся как можно дольше стучать, потому что я не хочу мокрые полы здесь. Это как-никак первый лайфхак. И теперь открываем. Я очень надеюсь, что этот лайфхак работает. Он рабочий. И Кола такая негазированная. Газированная. 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 Чё? А так можно было? Это законно? Вдруг этот лайфхак, это постанова какая-то. Поэтому давайте сначала взболтаем просто обычную Колу. Сболтываем прям не жалея. Так, чтобы полностью там всё так как надо. И теперь просто открываем. Я не стучал. Вот. Даем 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Всё. Открываем. Как вы видите, тот лайфхак работает. Он полностью рабочий. Всем советую. Только я не понимаю, как он работает. Если честно, это какая-то магия. Но это самый прикольный лайфхак. Мне понравилось. Идея. Если под этим роликом наберётся 50 тысяч пальцев вверх, я сниму вторую часть проверку тиклок лайфхаков. Выкладывайте свои лайфхаки в инстаграме и отмечайте меня на фотографии, на видео. И, возможно, именно ваш лайфхак попадёт в следующий ролик. Всё в ваших руках. Следующий лайфхак уже для меня что-то странное. Используя всего два движения, можно собрать любой кубик Рубика. У меня есть знакомый спидкубер. Вот так выглядят шаловливые ручки. Так вот он собирает свои кубика Рубика там, типа, очень быстро. Но мне кажется, за два движения это вообще невозможно. Но этот чувак показывает что-то в видео, как будто он действительно смог собрать. Но там склейки. Он делает, типа, вот так и вот так. Я не понимаю, как это может помочь кубика Рубика собрать. Это, наверное, сейчас будет очень долго. Не нужны никакие специальные алгоритмы. Я сомневаюсь очень сильно в том, что действительно так можно собрать. Он делает тут склейки. То есть я не сильно ему доверяю, потому что... Если бы он без склейок показал, это я бы ещё что-то объяснил бы. Но... Я не понимаю. Я специально для этого видео купил кубика Рубика. Сейчас. Вот он. Я попытался его уже собрать. Да, не получилось. Бывает. Ну что? Противочасовой стрелки вот так вот поворачивал. И вот так вот миллион раз. И у него как-то получилось это всё. Я не уверен. У него была одна склейка. Или две даже. И из-за этого я могу ему не доверять. Мне кажется, я просто буду менять. Смотрите, типа... Я беру просто всё 300 раз, проворачиваю одинаково. Ничего не меняется. То есть вряд ли он соберётся из-за этого. Но... Это ж поверх лайфхаков, да? Пробуем. Это не рабочий лайфхак. К сожалению, я потратил много времени, чтобы потом догнать, что я просто делаю всё по кругу. Если прокручивать кубик Рубика вот так вот постоянно, ты просто циклируешь постоянно одни и те же движения. У парня был подставной кубик Рубика. То есть он был собранный. Он потом просто делал движение наоборот. И потом просто на видео показывают. О, боже, да, движение можно собрать. Нет, нифига. Здесь целый кусок кубика Рубика просто не двигается. Здесь не собрано. И получается из-за этого просто весь кубик Рубика не сможет никогда собраться. Возможно, я ошибаюсь, но я просидел 10 минут только что за сборкой вот этого вот одинакового движения постоянно. А вот эта вот штучка была всегда на одном месте. А это значит, что, ну, к сожалению, это невозможно. Грёвный лайфхак. Поэтому зря я купил кубик Рубика. Теперь будут валяться у меня. А мы переходим к следующему лайфхаку. Следующий лайфхак, короче, самый-самый странный, который вообще только можно было взять в этот ролик. Был раньше такой челлендж. Но я увидел такой лайфхак, что девушки, вместо того, чтобы колоть себе там ботокс, вот эту вот всю фигню, чтобы... Чтобы рот был, как вот эта вот медуза какая-то. Здрасте, блин. Они берут, короче, засасывают пылесос, либо еще какую-то штуку для того, чтобы увеличить себе губы. Я видел вот такое вот видео. Это крышка с чего-то. Но... Жесть. У меня нету таких крышечек, поэтому я решил пойти в магазин и купить себе пылесос. Вместо того, чтобы купить какую-то бутылочку. Нормально! Ставь лайк за то, что я купил пылесос чисто для этого видео. Он мне нафиг не нужен. Зачем мне пылесос? У меня дома есть классный пылесос. Ездит. Никому не мешает. Я тебе еще, уборщица. В общем, я купил пылесос. Вот он. Нафига он мне нужен? Я проверял, в магазине сосет он... Засасывает. Засасывает он нормально. Я думаю, с помощью него можно будет сделать губы. И вы понимаете, тут самая главная опасность, то что у кого-то может быть немножечко вот такая вот штука, а у кого-то может быть прям пипец. Поэтому, ща распакуем пылесос. Вот наша трубка. Сосательный аппарат. Ща будут приколы. Мама, вырубай видео. Я свое лицо просто увидел, боже мой. Ты перепуганный какой. Ща будет мясо. Мясо! Давай мясо! Раз, два, три. А на сколько это все нужно делать? Ладно, давайте, на сколько получится, на сколько получится. Твою мать, что он врубился. Три, два, один. Я не пойму, увеличились или нет, но очень больно. Прям очень больно, я не знаю, надо что-то сделать, чтобы не так больно было. Полин, увеличились? Ты мало подержал, нужно было вот так вот. По контуру. По контуру. Вот так вот? Да, да, да. Не-не, по контуру не веселись, рот. Да ты пол сугубо не запихивай туда. Почему? Потому что. Потому что. А можно что-то сюда, типа салфетку? Так, предпринимаем меры, потому что вообще какая-то лажа очень больно. Тут насадка такая прям острая-острая. А ты изобретатель. Ну вот, только уже помягче. Все. Начинаем. Три, два, один. Нормально? Оно увеличилось или не увеличилось? Да, увеличилось. Пылесос сгорел, походу. Чувствуешь, как горел он пахнет? Не, не делай так, взяла так просто. Модель. Они прям такие пухлые стали, прям оса ужаливала. Фу, он реально сгорел. Походу, да. Я из-за этого только и вырубил, я бы дальше продолжал. Че, нормально вообще, я не понимаю? Да, нормально, на свиданку пойдет. Смотри, какая нижняя губа, как у африканцев. Как по-моему, лайфхак работает. А оно долго будет держаться, как думаешь? Я не знаю. Мне даже видео так снимать. Когда я так делала, у меня синяки были на губах. Ты так делала? Нет, я со стаканом делала так. У меня, короче, там все лопнуло, и синяки потом на губах были дня два. Ой, походу, уже сходит. Так, о. Лайфхак, рабочий. Девочки, пользуйтесь. Прикинь, я купил пылесос, и он сразу же сгорел. Это вообще круто. А его вернуть? Можно вернуть? Я думаю, да, он сгорел. Прикинь, ты пользовался им, но он сгорел. Такого не должно быть. Вернем. Как тебе губы? Губы не вернем. Не делайте, пожалуйста, этого дома, серьезно. Вас родители, во-первых, убьют нахрен. Или вы просто сожжете пылесос, и вам придется новую покупать. Ну, а мы пойдем дальше. Следующий лайфхак. В общем, вот обычная такая, типа, бумага. Лист из цитради. И он как-то ее складывает. И вот смотрите сейчас, что будет. Это же просто офигенно. Классно. Я не понимаю, почему у нас в школе это не было популярно. Почему, вот я надеюсь, у вас сейчас в школе это популярно. У нас такого вообще не было. Мы все просто обычные самолетики запускали. Там каждый по-разному конструировал. Но они все были похожи. А вот это вот, это что-то необычное, поэтому я хочу попробовать. У нас есть листочек-квадратик. И дальше мы высчитываем 8 клеток по горизонтали. И по вертикали просто режем до конца. Если это действительно работает. В плане не нужно там прям до миллиметра все высчитывать. Это будет офигенно. Привет. Теперь считаем 10 клеток вниз и режем посередине. Показывать, как я это делаю, не буду, потому что очень долго. В любом случае, вы можете посмотреть замедленки это видео и все понять. И у нас получается вот такая вот штука. Я не понимаю, что это сейчас. Это выглядит как-то очень надежно. Ну, пробуем, да? Раз, два, три. А ты что не полетел? Я не понял. Может, это нужно бросить? О! Полетел, смотрите. Блин, нифига вам не видно, да? Давайте я вам на телефон сниму. Смотрите. Чудеса. Чудеса, что ты еще жив. Что ты сделаешь? Ты горелый. По-моему, красиво летает, да? А вы теперь представьте, если сделать таких штук тысячу и запустить с окна. Это же просто... Или самолет. О, боже мой. Это же вообще просто что-то нереальное. В общем, этот лайфхак, как использовать контрольную тетрадь по математике, работает. Вы можете просто брать, вырвать листы и делать вот такие вот самолетики. Ну, а на этом все. Если вам понравился ролик, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Не забываем, что набираем 50 тысяч пальцев вверх. И выходит новая часть тик-ток лайфхаков. Может, даже лайк лайфхаки сниму. Как вам такое? С вами был Мёс Кел. Всем удачки и всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока!